Сергей Савенков Мешок Штуцер Книга вторая Глава первая «Где ты, проклятый трус? Выходи и дерись, как мужчина!» Наемник выпустил длинную очередь по груди обломков. «Я убью тебя!» И еще несколько выстрелов. Глупец. Он не видел, как за его спиной поднялась фигура в маскировочном костюме. Затрещал шокер. Наемник обмяк и рухнул в жидкую грязь. «Отлично! Клиент готов!» Я связал пленника и попытался закинуть его себе на плечи. Теликом я не был, но с такой ношей до брони мне придется топать целую вечность. «Жирная сволочь! Теперь из-за тебя придется принимать красную пыль!» Я открыл порт сигар и вытащил бумажную трубочку. Вдох. По мышцам прокатилась теплая волна. Накатило легкое чувство эйфории. «Теперь нужно спешить!» Я взвалил связанного врага себе на плечи и поспешил к месту, где спрятал броневик. Благо, хоть тварей на моем пути не встречалось. Перебегая через открытые участки дороги, я то и дело осматривался. Как бы мне не хотелось продлить действия пыли, но остаток пути жирдяя пришлось тащить исключительно с помощью своей собственной силы. Бонусы, которые дарует мешок, скоротечны. Иначе люди давно бы истребили всех тварей. Убедившись, что за мной нет хвоста, я завел двигатель и направился к форту. Дорога прошла спокойно. Никаких происшествий, если не брать в расчет нескольких синих, которые увязались за броневиком. Но я едва достиг полосы отчуждения перед фортом, как обе кошки исчезли из поля зрения. Пулеметчики на вышках не зря едят свой хлеб. Я остановил броневику КПП и выбрался наружу. «Что, сэр, давненько не виделись?» Невысокий дружинник с сержантской нашивкой поспешил ко мне. «Ты один или с товаром?» «Везу еще одного клиента». Сержант заглянул в десантный отсек и довольно оскалился. «Опять привез старику подарок». «Дай угадаю, это не из тех ли ребяток, которые уничтожили наш дозор на прошлой неделе?» «Кабан, ты, как всегда, проницателен». «Сколько ты таких притащил старику за последний месяц?» «Восемь. Считай, этого будет двенадцать». «Вот же везучий ублюдок! Ты так скоро оставишь нас без хлеба!» Рассмеялся сержант. Я протянул собеседнику листок. «Завтра отправь по этим координатам трофейную команду». «Только смотрите, не нарвитесь на тварей». «Не учи ученого! Я на этом деле собаку съел!» Кабан похлопал себя по разгрузке. «Может, днем после смены сгоняем на стрельбище?» Я не сдержал улыбки, предвкушая легкие деньги. «Хм, а почему бы и нет?» Кабан потер щетину на подбородке. «Так, что ты поставишь, сержант?» «Ящик пива!» «Два ящика!» «Решил поторговаться я». «Идет!» «Только учти, штуцер!» «Стрелять будем на три сотни метров!» «И в этот раз победа будет за мной!» «Это мы еще посмотрим!» «Ты, наверное, не заметил, что я с обновкой!» «Что-то новое?» «Это СВЧ!» Не без гордости произнес Кабан, любовно поглаживая полимерный приклад оружия. «Не доводилось раньше видеть». Да и аббревиатура звучит, как название микроволновки. «Да иди ты! Много ты понимаешь!» «Классная вещь!» «Я за нее отвалил полторы сотни камней!» Кабан обиженно засопел. «Ладно тебе!» Я примирительно поднял руки. «Вечером посмотрим, на что способна эта пукалка!» «А пока извини, сдам клиента и отдыхать!» Сержант кивнул, шипение орации заставило его оживиться. «Наблюдаю синего на одиннадцать часов!» «Тебе везет! Сейчас и увидишь мою малышку в деле!» Сержант обошел броневик и скинул винтовку. Хлопнул выстрел. «Видал?» «Неплохо для такого бездаря, как ты!» Кабан довольно оскалился. А в следующую секунду начал заваливаться на землю. Я пригнулся и рванул раненого за край разгрузки. «Противник!» заорал я, затаскивая дружинника за броневик. Вторая пуля срикошетила от корпуса орланы и свизгом ушла в сторону. В ответ на атаку с одной из башен форта застучал утес. Спустя несколько мгновений нацадно взвыла сирена. Пулемет выпустил еще одну очередь и замолчал. «Дерьмо!» Оставшиеся бойцы рванули к доту и уже оттуда начали беспорядочно лупить в направлении ближайшего высотного здания. А стрелок хорош. За минуту сделал три выстрела, два из которых оказались результативными. «Пулеметчик на башне ранен или убит?» Кабан сучил ногами и матерился сквозь зубы. Пуля угодила в разгрузку, но была остановлена под сумками с магазинами. Убедившись, что кабан дышит, я подхватил с земли его винтовку и нырнул под броневик. Откинул сошки, прикинул траекторию. Зуб даю, что стрелок засел в одном из зданий на границе полосы отчуждения. Не знаю, как наблюдатели его прозевали, но сейчас он методично отстреливал людей Мазая. Нечего и думать о том, чтобы достать его из этого оружия. Слишком большая дистанция даже для меня. Я жив лишь потому, что стоял чуть позади дружинника, а сам кабан случайно попал под раздачу. Ему досталась моя пуля. Или его выстрел попросту спровоцировал стрелка. Тот наверняка сейчас выцеливал меня. Беспорядочная стрельба дружинников отвлекала и действовала на нервы. Я сдернул с плеча рюкзак и вытащил тепловизор. Так и думал. Высотки на краю полосы отчуждения были пусты. Ни единого теплового контура. Ушел гад. Загремели ворота. Несколько броневиков со штурмовыми группами выкатили из форта. Опомнились вояки хреновы. Захлопали минометы. Пустая трата боеприпасов. Я выбрался из-под машины и склонился над раненым сержантом. Тот был в отключке. Черт. Придется применить микс. Иначе парень может не выкарабкаться. Глава вторая. Мазай с мрачным видом наблюдал за суетой в форте. Два пулемета были уничтожены вражеским стрелком. Но хуже всего было не это. Железо можно заменить. А вот шесть убитых и двенадцать раненых – это куда более серьезная проблема. «Знаешь, Штуцер, а ведь до этого момента никто таким наглым образом не оспаривал мою власть. Может, активизировались старые враги. Возможно, ты и прав. Но как бы там ни было, я назначу высокую награду за этих ублюдков. Они мне заплатят за все», – скрипнул зубами старик. «Слишком много воли этот сброд получил в последнее время. Нужно устроить показательную казнь, чтобы они и нос боялись высунуть». Мазай замолчал, собираясь с мыслями. Наконец он развернулся ко мне и сухим тоном произнес. «Бери все необходимое на складе и принеси мне голову этого выродка. Мазай, ты ведь помнишь, что скоро выходит срок моего контракта?» «Помню. Поэтому в твоих же интересах покончить с этим делом как можно быстрее. Что же касается твоей отставки, поговорим об этом позже», – бросил старик. «А пока займись делом». Мазай, не оборачиваясь, удалился в направлении административного корпуса. Я сплюнул и направился к общежитию. Поднялся на второй этаж. Для поисков стрелка придется потратить кучу времени. И начну я с того, что постараюсь отыскать место, откуда велась стрельба. Для начала я вытащил из-под кровати массивный сундук. Открыл крышку. Небольшой рейдовый рюкзак. Новенький хеклер и шесть магазинов к нему. А вот с дополнительным оружием придется повозиться. Изначально я планировал взять с собой выхлоп, но теперь сомневаюсь в своем выборе. Винтовка хороша против тварей. Но сейчас мне придется работать среди плотной городской застройки. Винторез будет куда более здравым решением. Да и при таком раскладе так выйдет сэкономить на общем весе снаряги. Верный глок уже был в кобуре. После недолгого раздумья взял полсотни камней и пять миксов. Тепловизор, ночник и несколько ИРП. Теперь нужно незаметно покинуть территорию форта. Благо Мазай предусмотрел и это. Я вышел в коридор и закрыл дверь. Спустился на первый этаж и нырнул под лестницу. Оказавшись в этом заваленном хламом закутке, я затаился. И убедившись, что меня никто не видит, отодвинул в сторону пластиковую бочку. Люк был на месте. Я потянул крышку на себя. Из лаза пахнуло сыростью и плесенью. Узкие ступени терялись в темноте. И мне пришлось включить фонарик. Не без труда я протиснулся в проход. Под ногами чавкала грязь. А со свода тоннеля капала вода. Мерзость! Буркнул я и накинул капюшон. Ход должен был вывести меня за пределы форта. Мазай настоял на том, чтобы никто посторонний не знал о моем таланте. И я не возражал. Не стоит другим людям давать информацию, что кто-то в мешке способен передвигаться днем. За такой талант вполне могут убить. Луч фонарика скользил по стенам. За очередным поворотом я выругался. Тонкая, едва заметная проволока. Растяжка. Свеженькая. Я переступил через нее и двинул дальше. Видимо, этот ход не такой уж и секретный, как думает Мазай. А значит, нужно удвоить бдительность. Наконец, впереди мелькнул свет. Вот и выход на поверхность. Я преодолел остаток пути и остановился у коллектора. Ржавые скобы в стене скрипели под моим весом. Но через минуту я выбрался из колодца. Скинул хеклер к плечу и короткими перебежками рванул на противоположный край улицы. Со стороны форта раздавались пулеметные очереди. День был в разгаре. Но здесь, в центральной части мешка, плотность твари была куда ниже, чем на окраинах. Поэтому удар не пришлось использовать. Вот и нужные мне многоэтажки. Рядом следы колес бронетранспортеров. Подручные Мазая уже прошерстили здесь все. Но они, в отличие от меня, не знали, что искать. Я поднялся на третий этаж. Отсюда подступы к форту были как на ладони. Грязные отпечатки ботинок на лестнице. Толстый слой строительной пыли в большинстве комнат. Завалы мусора и битого кирпича. Я, стараясь не маячить на фоне окон, обыскал все комнаты. Чисто. Ни единого следа. Может быть, я неправильно просчитал траекторию выстрелов? Да нет, не мог же я ошибиться. Хотя для надежности стоит обшарить здание еще раз. Пятый и четвертый этажи оказались полной копией третьего. Никаких следов стрелка. Лишь куча хлама и сломанная мебель. Вернувшись на третий этаж, я начал спускаться вниз и на секунду замер у небольшого окошка на лестнице. Стекла здесь не было, и я решил проверить свою догадку. Распластавшись на площадке, я вытащил бинокль. Да, вот оно. То самое место, откуда снайпер лупил по форту. Нажал кнопку дальномера. Почти шесть сотен метров. А он хорош, этот стрелок. В пыли остались едва заметные следы от сошек. Но главная находка ждала меня напролет ниже. Я наклонился и поднял ее. Гильза. 338 Лапоа Магнум. 8,6 на 70 миллиметров. Принюхался. Свеженькая. Сомневаюсь, что обронил кто-то из людей Мазая. Ни у кого в форте нет такого оружия. Я аккуратно убрал находку в карман разгрузки. Вот она, долгожданная ниточка. Теперь главное не потерять след. Я довольно оскалился и поспешил к выходу. Глава третья. Неприметное здание котельной было окружено тварями. Несколько красных сооружали на дороге баррикаду из автомобилей. Юркие и желтые сновали у них под ногами. И с помощью телекинеза ломали фонарные столбы и рекламные щиты. Вот же уроды. Тепловизор показывал присутствие прозрачной твари. Но сильнее всех был фиолетовый перегородивший вход в мой тайник. Большую часть роя я мог просто обойти. Но нечего было и думать о том, чтобы миновать фиолетового. Уже всего, что стоит мне попытаться убить тварь, как остальные ее сородичи меня засекут. Сейчас, пока я не проявляю агрессии, монстры меня попросту игнорируют. Нужно дождаться ночи. Думаю, тогда здесь будет потише. Да и перед рейдом не помешает, как следует отдохнуть. Мои мысли прервал истошный визг желтого. Я не сдержал улыбки. Коротышка прыгал на одном месте, баюкая искалеченную ногу. Виновный в произошедшем красный тут же получил телекинетический удар, отчего покачнулся и рухнул на баррикаду. Я убрал бинокль и отполз от края крыши. Мне предстоит серьезная работа. Нужно будет проехать по окрестным фортам и как следует порасспрашивать торговцев. Сомневаюсь, что они пойдут мне навстречу, но я поступлю хитрее. Патроны такого калибра – большая редкость. А значит, есть неплохие шансы узнать про стрелка хоть что-то. Лучше всего пройтись по оружейным магазинам и выяснить наличие нужных мне боеприпасов. Ниточка, ведущая к стрелку, очень ненадежная, но иных вариантов его отыскать не существует. Убедившись, что путь отхода чист, я снялся с позиции и направился в противоположную от тайника сторону. Вернусь за своим байком позже. Орда твари – лучшая охрана для моего добра, а пока я отдохну и как следует подготовлюсь. Пришлось преодолеть несколько километров через заживленные улицы Мешка прежде, чем я выбрался в нужный мне район. Пару раз я замирал и осторожно обходил скопление тварей. Громаду завода ЖБИ я увидел, когда пересек небольшой сквер и вышел к окраине промзоны. Кот в убежище находился в одном из полуразрушенных цехов. Дверь была приоткрыта, поэтому я включил подствольный фонарик и проскользнул внутрь. Убедившись, что в бункере никого нет, я закрыл гермодверь, разместил на столе рюкзак и блаженно растянулся на нарах. Ночной рейд и перестрелка изрядно потрепали мне нервы. Сейчас под защитой стены я позволил себе расслабиться. В голову непроизвольно лезли мысли о гадюке. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Если все получится, мы с ней непременно встретимся. Дав отдых измученным мышцам, я выстоял таймер на наручных часах. Достал из нагрудного кармана карту, прикинул маршрут. Придется попетлять, чтобы объехать все форты. Ну ничего, вряд ли нужные мне люди окажутся в небольших фортах. А значит, нужно сосредоточиться на средних и крупных. В мелких поселениях торговцы редко держат в ассортимете в настолько редкие боеприпасы. А значит, круг поисков сужается. Думаю, что стоит начать вот с этого места. Я обвел карандашом одну из отметок. Бугор, ты-то мне и нужен. Зачем мне рыскать по окрестностям, если можно навестить этого скользкого типа? Мало того, что он не брезгует с кубкой краденого, так еще и толкает откровенный левак. Этот шнырь точно должен знать, у кого в мешке может быть настолько эксклюзивный товар. Отложив карту в сторону, я скинул себе разгрузку, и вытащил спальный мешок. Теперь дело за малым. Отыскать бугра и пообщаться с ним на интересующую меня тему.